Я не буду учить вас конкретным рецептам. Я не буду говорить о граммах, литрах и миллилитрах. Я вообще не буду заставлять вас запоминать какие-либо цифры. Я просто научу вас чувствовать еду кончиками пальцев. Я очищу ваши мозги от всего кулинарно лишнего. Но взамен я дам принципы. Только принципы приготовления вкусной еды. Знаете, друзья, что я вам скажу? Авокадо, вот как был таким неведомым то ли фруктом, то ли овощем для многих людей, так и остается. Поэтому сегодня я вам расскажу о своих принципах, как не бояться авокадо. Как не бояться этой зверушки и как с ним работать. Потому что мы будем бояться тогда, когда мы не знаем, как быть. А когда мы знаем, как быть, тогда мы не будем бояться. Итак, принципы авокадо. Ну, я должен, конечно, отправиться сразу за главным героем, за авокадо. А что тут кота-то за хвост тянуть? Это, конечно, фрукт, но это закусочный фрукт. Его не едят, знаете, как клубнику, как киви или там как банан. И, конечно, прежде всего, поскольку это не такая уж известная зверушка, я хотел вам рассказать о принципе выбора этого фрукта в магазине. Как выбирать? Как убедиться в том, что он находится в кондиции, чтобы принести домой и с ним поработать, и уже его съесть. Поэтому, конечно, посмотрите. Авокадо должен быть достаточно зеленого цвета. Он может иметь несколько такой грязно-зеленый цвет, но это нормально. Но не надо, чтобы на нем были какие-то такие бурые места. Он должен быть зеленым. Он должен быть таким, знаете, без вмятин. Но вот именно вмятина является тестом для авокадо. Вы увидели, что он хороший, зеленый. Тогда нужно взять его в руки и вот так вот нажать на него пальцем. И если мякоть будет вдавливаться, смотрите. Мякоть будет вдавливаться, но она потихонечку восстанавливается. Значит, авокадо хорош. Поэтому первый очень важный принцип при выборе авокадо в магазине – это надави пальцем. Или там, я не знаю, пальпируй авокадо. Но мы напишем без медицинских терминов – надави пальцем. Ну, палец вообще много чего чувствует. Поэтому, конечно, надави пальцем, это сразу поймешь. То есть палец должен немножко провалиться, а потом эта вмятинга должна потихонечку вернуться на место. Вот это хорошо. Ну, когда вы… Если вы купили авокадо очень твердый, такое бывает, но вы имеете право купить твердый авокадо тогда, когда вы не должны его использовать сегодня или завтра. Вы можете купить его впрок. Вы, например, хотите через несколько дней сделать что-то из авокадо. У вас нет уверенности, что вы купите его за день или в день приготовления. Тогда можно купить жесткий авокадо, потому что все экзотические фрукты, которые идут в нашу страну, они идут незрелыми. Они дозревают либо в море, когда они едут на пароходе, либо в магазине, когда они хранятся там, либо на базе где-то, либо дома, если они не успели дозреть. Поэтому можно купить твердый авокадо в надежде на то, что он поспеет через несколько дней, завернуть его в бумагу, в газетную бумагу хорошо бы. Сейчас газет уже мало осталось, сейчас в интернет не завернешь, понимаете как? В газетную бумагу и дать ему полежать не в холодильнике, а просто в комнатной температуре. Ну, темнота там будет сама, потому что в газете, если вас заворачивали, когда-нибудь в газету, ребята, вы знаете, что в газете темно. Да, поэтому авокадо надо взять в темном месте. Вот газета обеспечивает темное место и обеспечивает то, что авокадо может дышать, потому что это фрукт, ему надо дышать. И вот, например, все, час, че наступил, сегодня я работаю с авокадо. Ну, для формального, так сказать, соблюдения правил его нужно помыть. Ну, понимаете, даже ведь такие фрукты, как апельсины, уместно мыть, и бананы, между прочим, уместно мыть. Все надо мыть. То, что растет на грядке, на дереве, я не знаю, где еще. Ну, и теперь есть принцип разреза авокадо. Вы знаете, что у авокадо есть косточка, она большая. Я разрезаю авокадо, смотрите как. Вот так вот посередине я ножом упираюсь в косточку, вот сейчас нож упирается в косточку, и я вот так вот по кругу разрезаю авокадо и встречаюсь с собственным разрезом с этой стороны. Вот теперь я его открыл. Вот так разрезается авокадо пополам. Убирать нужно косточку. Обычно в косточку шарахают вот этой мощной частью ножа. Вот так, и косточку вот так вынимают. Вот, потому что пальцами ее не взять, потому что она очень скользкая, и тогда мы должны врезаться в нее ножом. Видите, как я врезался ножом? И нож мы поднимаем, косточка уходит вместе с ножом. Ну, кто-то эту косточку может посадить. Я не люблю этого. Я ее просто выбрасываю, потому что она несъедобна. Посмотрите на срез авокадо. На срезе авокадо вот у самой кожицы мякоть авокадо очень зеленая, а ближе к середине она уже такая имеет желтые салатовые нотки. Вот этот цвет очень хорошо бы оставлять. Нужно попытаться очистить авокадо руками, если это получается. Тогда мы сохраним вот этот зеленый слой красивый. Чтобы почистить авокадо руками, нужно его разрезать, чтобы напряжение снять, чтобы не было такой натянутой кожи. И теперь я вот буду пробовать, смотрите. Смотрите, я очень экономно счищаю кожицу, и вот этот зеленый слой, посмотрите, остается на мякоти. Я сохраняю и, более того, экономно очищаю. Вот видите, так не всегда получается, даже в спелом авокадо. Не всегда можно очистить его вот так. Если не получается очистить так, надо очистить его, как картошку. Просто брать нож и вот так счищать максимально тонко. Ну видите, как я уже зеленый слой снял? А зато, если я это делаю руками, то гораздо эффективнее я больше мякоти оставляю. Я предпочитаю руками, тем более, когда это получается. Вот, видите, достаточно просто очищается авокадо. Авокадо нормально чистить руками. Значит, я сейчас, раз у меня получается, я сейчас его очищу уже весь. Вот здесь немножко мякоть провалилась, она такая пюреобразная. Ничего страшного, я вот это место вот так вот счищу. Абсолютно нормальная история. Ничего идеального не бывает. И теперь я выброшу остатки кожицы, сполосну руки. И теперь я пока временно отложу авокадо в сторонку, для того, чтобы подумать о других ингредиентах. Вот она, моя красавица. Моё красавица. Считается, что эта мякоть темнеет на воздухе. А вы знаете, что всё, что темнеет на воздухе, спасать можно только одним, кислотой. Поэтому я сейчас возьму лимон и выдавлю лимонный сок на мякоть, чтобы она не темнела, и чтобы она, во всяком случае, темнела не с такой скоростью, с которой могла бы темнеть. Лимон. Но лимон – это не только средство сохранить цвет авокадо, предотвратить его потемнение. А это ещё и вкусовая история. Авокадо – ведь жирный продукт. В нём много растительного жира. А вы, наверное, знаете, что все жирные продукты, они противны. Они противны, когда много жира в продукте. Это противно есть. А знаете, что делают, чтобы не противно было есть? Подкисляют еду. Жирная еда не так противна, когда она кислая. Поэтому авокадо любит лимон ещё и потому, что кислинка очень хорошо сочетается с авокадо. Ну и потому, что он жирный, и потому, что просто сочетается по вкусу хорошо. Поэтому вот как есть. Вот так вот сейчас возьму и сбрызну. Вот так я сделаю. Так что авокадо любит лимонный сок не только потому, что он не будет темнеть, а ещё и потому, что кислинка очень хороша для авокадо. Вот я сейчас взбрызнул. Так что я считаю, что это серьёзный принцип, что авокадо любит лимон. Авокадо плюс лимон равняется любовь. Если вы не успели записать, не запомнили, или ещё хуже, ничего не поняли, изучайте сайт твоеда.ру. Там всё есть. Я сейчас вам покажу два принципиальных блюда из авокадо. Потому что для меня авокадо это прежде всего два блюда. Они разноплановые. Как раз они покажут вот некий спектр использования авокадо. Первое блюдо будет такое. Смотрите. Я беру миску. Я беру миску, добавляю сюда, ну давайте 50-50. Вот на одно блюдо пойдёт половинка авокадо, то есть две четвертинки, на другое. Вот у меня две четвертинки. Я сейчас сюда дам дополнительно лимонного сока. Сразу посолю, чтобы не забыть. Сразу посолю. Теперь я беру вилку. Беру вилька. В общем, моя задача его измельчить. Либо вилкой, либо блендером. Я лучше блендером измельчу, потому что он крупный. Но я сейчас не очень с руки. Сливки измельчу другим способом. Ещё один ингредиент сюда. Это сливки. Красота! Посмотрите. Жирные сливки. Вот так вот. Вот теперь мне удобнее будет измельчить авокадо с помощью блендера. Аааа. 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 Вот смотрите, какое получается красивое пюре. Теперь немного чеснока. Вот буквально я возьму зубочек чеснока. Сейчас я его сполосну. Уберу краешки. меленько его нарежу и добавлю в пюре из авокадо. Сейчас снова буду пюрировать, чтобы уже разбить чеснок. Ааа. 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 Попробую. Аааа. 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 Динка есть. Немного кинзы. Вот это получается очень вкусная штука. Его можно назвать гуакамоле, так называют его в Мексике. Это соус-тире такая паста, которую можно просто намазывать на хлеб, есть с помощью чипсов и сопровождать, скажем, рыбу. вот этим пюре и вот кинза здесь будет крайне хороша вот измельченная кинза уходит в пюре из авокадо перемешаю я ее переложу так сверху эту штуковинку я полью хорошим оливковым маслом ну а теперь работая над принципами авокадо я покажу вам следующий принцип я пойду включу духовку я включу духовку вот турбогриль температура и максимальная температура 280 градусов я сейчас ставлю окей машина пошла работать я беру сладкий перец и собственно говоря сладкий перец отправляется в духовку для того чтобы агрессивно быть обугленным и я бы сказал обожженным этот перец вот в общем работа начинается с перца по сути перец вот так идет работа и я отправляюсь еще за одним ингредиентом который крайне важен для этой концепции нет слов без слов ребята креветки буду чистить потому что я предпочитаю самостоятельно чистить креветки потому что съесть можно парочку понимаете как я почищу серию креветок и скажу вам ребята что вот авокадо и креветки это конечно та еще парочка одно из самых классических сочетаний это принципиальное сочетание креветки и авокадо вот не морские гребешки вот не мидии вот не кальмары вот не крабы ну храба вообще-то тоже хорошо а вот креветки прежде всего ну раковые шейки тоже неплохо крабы действительно тоже хорошо но креветки это такой продукт массовый крабы сегодня крайне дорогие почему-то хотя их много вылавливают но креветки хорошо поэтому можно всегда этот принцип держать у себя где-нибудь в районе желудка например до хранить его там на вашем винчестере в районе желудка что креветки и авокадо это близнецы братья вообще говоря знаете какое самое принципиальное и простое блюдо из авокадо а взять просто мякоть вот действительно все таки вилкой и измельчить намазать эту мякоть на кусок черного хлеба посыпать белым перцем посыпать солью и вот так вот есть знаете с чем будете смеяться стакан томатного сока просто стакан томатного сока ну как всегда томатный сок можно посолить и вот такой бутерброд с авокадо со стаканом томатного сока это и завтрак может быть хороший и какой-нибудь перекус хороший между прочим вот когда говорят наши солдаты служили еще советские на кубе и вместо сливочного масла отдавали мякоть авокадо они мазали его на хлеб и были счастливы значит я в этой миске буду смешивать салат вот пошли креветки теперь авокадо я сейчас его нарежу так чтобы удобно было есть и чтобы размер кусочков авокадо где-то 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 был похож на креветки знаете что я сейчас сделаю я сейчас вот так вот на разрежу авокадо как бы вдоль еще пополам а теперь я нарежу вот так это где-то будет похоже на креветочки потому что салатах если что нарезаешь продукты то надо их нарезать так чтобы они по форме нарезки были друг на друга похожи ну чтобы они были одинаковы примерно вот я собственно сейчас соответствую этому салатному принципу сейчас нарезая авокадо примерно как выглядят креветки и соответственно этот авокадо эта часть авокадо я авокадо очень приятно нарезать потому что у него такая нежная мякоть но вместе с тем она хорошо держит форму видите какая интересная пусть авокадо будет больше потому что все таки авокадо у нас сегодня главный герой принципиальный такой герой поэтому вот вот посмотрите это уже правда очень и очень неплохо вот теперь я отправляюсь еще за одним ингредиентом который называется каперсы вот я считаю что каперсы каперсы для меня знаете что каперсы для меня это солянка конечно же без каперсов я солянку не готовлю понимаете как и я считаю что авокадо в своем салатном выражении вот не в таком пюреобразном а в салатном выражении без каперсов не имеет право на существование вообще поэтому каперсы каперсы и только каперсы я всегда там где у меня есть авокадо мне там есть каперсы пусть там не будет креветок там будет просто овощи другие но каперсы поэтому это принципиальная история для меня авокадо плюс каперсы это тоже любовь если вы не успели записать не запомнили или еще хуже ничего не поняли изучайте сайт твоида . ру там все есть это маринованные каперсы это тоже кислота кстати это входит в рамки того что авокадо любит кислоту вот каперсы вот так как есть достаточно крупные каперсы но понятное дело что их не должно быть много иначе мне будет слишком каперсовый уже салат есть возьму еще немножко зеленого лука вот буквально так сказать один зеленый лучок это я буду использовать только зеленую часть белую использовать не стану сейчас просто нарублю зеленый лук вот лучок но я его в отдельную мисочку сложу потому что я сейчас его полью лимонным соком чтобы немножко промариновался чтобы не было вот этой луковой остроты и пусть пока он постоит вот так находясь под воздействием кислоты лимонного сока итак я думаю что перец уже готов да он хорош выключу духовку посмотрите какой перец вот именно такой он должен быть обуглены я сейчас начну его аккуратно чистить это горячо но надо терпеть лучше его чистить сразу вот как это обугленная кожица она не так плохо отходит вот это очень ароматный получается перчик при таком способе приготовления вот здесь надо конечно помучаться немножко но это так вкусно этот перец конечно сам по себе очень хорош уже его просто хочется всегда съесть но я буду терпеть потому что авокадо ждет авокадо ждет этого перца ну вот я разрезал очистил его я сейчас уберу вот так его открою вот видите сердцевинка собственно ушла уже вот видно что он горячий что здесь все у меня по-честному происходит я уберу сразу обугленную кожу нарежу помните игру примерно как все другие ингредиенты вот такими небольшими ломтиками вот собственно все приближается к завершению сейчас немножко остынет я возьму какую-нибудь тарелочку небольшую но я возьму вот такой вот по сути вот такой вот по сути салатничек значит я сейчас перекладываю уже под маринованный лук он потерял свою остринку в основную так сказать в основное тело салата это сейчас еще не вся история потому что сюда пойдет подуя на него пойдет сладкий перец обугленный печеный вот это будет теперь шикарная история вот принципиальный салат ни одного ингредиента здесь нельзя тронуть никаких замен потому что все доступно абсолютно доступно и это совершенно не трудно сделать поэтому ничего не трогать ни грамма не трогать этого салата вот как есть потому что это принципиальный салат из авокадо теперь немного масла оливкового и немного лимонного сока я его вы знаете еще не посолил между прочим поэтому сейчас я его еще посолю для того чтобы он все-таки раскрылся поскольку соль тоже помогает раскрывать вкус так что закрепим закрепим сейчас этот материал на доске я вам пишу что ингредиенты которые нельзя здесь вообще-то трогать и менять это конечно же авокадо креветки каперсы перец лук это то что осязаемо я сейчас не пишу про заправку про лимонный сок и масло потому что нужно запомнить вот это все с авокадо мы начали потому что это главный продукт и он еще и на букву а к тому же вот посмотрите какой получается пёстый салат здесь всю игру делает конечно красный перец поскольку он здесь является такими пятнами спокойная тона авокадо зеленого лука и каперсов да вообще незаметные креветки и такая красная нота перца делает салат весьма красивым и привлекательным между прочим вот он блестит за счет растительного масла как вы понимаете это вот важный момент когда растительное масло всегда придает всему блеск вот такой вот горочкой с абсолютно понятно и простой подачи здесь не надо не надо мудрить вот тебе салат бери вилку бери вот такой кусок хлеба черного бери вот такой стакан водки и ешь все несмотря что все просто здесь есть что запомнить друзья итак выбирая авокадо в магазине надо и на него пальцем своим пальцем и ты почувствуешь спелый он или нет авокадо и лимон любовь до гроба поэтому всегда в магазине смотрите зеленый авокадо и желтый лимон сразу в корзину кладите их вместе и третий принцип это уже принцип ингредиентов классического принципиального салата авокадо креветки каперсы перец лук перец приготовлен по особенному способу вы видели если вы не видели спросите у тех кто видел друзья мои я думаю что сегодня вы для себя открыли авокадо с какой-то новой стороны благодаря моим принципам которые наверно когда-нибудь будут и вашими вечного аппетита 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 Продолжение следует...